1 января 2021 года с новым годом дорогие друзья с новым годом из солнечного и увы теплого сегодня иерусалима нет у нас снега нет у нас особый елок и дедов морозов в израиле но новый год есть и ощущение радостное ощущение начала нового года есть и вот мы решили сегодня взять вас на новогоднюю прогулку взять вас в наш парк таелит для того чтобы показать вам что такое израильская зима показать те чудеса и прелести которые у этого времени года есть несмотря на то что нет снега к сожалению но вот мы отправляемся моя команда дет детки и муж уже тоже здесь и сейчас мы пойдем с вами все смотреть и искать приметы нашей израильской зимы парк таелит очень красиво расположен поэтому я хочу показать вам вид парк этот находится на склоне долины и вот там вдалеке мы с вами даже видим холмы иудейской пустыни на переднем плане это арабская деревня джабль мукабр по левую сторону это деревня силуан а вот там на горизонте видите в уголочке это уже холмы иудейской пустыни она совсем здесь рядом недалеко от нас ну а мы пойдем гулять по парку это самый красивый парк наверное вообще в иерусалиме и здесь есть как садовая всякая архитектура творчество и всякие красиво насаженные устроенные уголочки так и дикая природа и вот мы с вами будем искать приметы израильской зимы кстати кстати не пройдем мимо поскольку здесь стена католического монастыря он прямо практически в парке расположен то здесь нарядили вот такую елочку это первый раз на моей памяти вечером она очень красиво светится у нас в израиле как вы знаете новый год официально не праздничный день никто его не празднует кроме тех христиан которые здесь живут их очень мало ну и кроме естественно выходцев из бывшего ссср поэтому даже вот такая елочка а вечером она горит и может быть мы даже сможем вам сегодня это показать даже такая елочка очень и очень радует глаз кстати это кипарис кипарис который исполняет роль елки это для нас типично потому что европейских елок как таковых у нас нет справа католический монастырь мы с вами спускаемся прямо вот вдоль стены католического монастыря кстати израильтяне знают новый год в основном как сильвестр они его называют сильвестр чтобы не спутать его с еврейским новым годом который бывает сентября месяца здравствуйте и тоже с новым годом дело в том что вот мы спускаемся по парку называется парк таялет дело в том что здесь еще монастырская стена видите и здесь французский монастырь кстати новый год 1 января совпадает также с праздником у католиков я имею ввиду сильвестром папа римский и поэтому израильтяне когда стали отмечать этот день потому что в 80-х 70-х новый год фактически никто не отмечал но в 90-х израильтяне очень любили ходить там прыгать в ночных клубах я в этом не участвовал но они называли это сильвестр на иврите даже прямо так на иврите это не называли новый год или шана роша шана потому что роша шана бывает сентябре так что все называли это сильвестр так что интересно знать что вот у католиков это день святого сильвестра кстати наш тоже православный святой это когда в первом тысячелетии папа римский они все были часть одну единственную апостольскую церкви вот здесь очень красивая дорожка она как раз идет вдоль стены монастыря вот они наши детки конфетки бегут что the food is with марта кассе интересуется где еда мы взяли с собой бананы и орешки она хочет поесть уже сейчас покормим ее ну вот а гавриила тоже потому что гавриил шерувер честь него как бы вот называли вот это красивейшая часть нашей променада парк променад называется так что есть часть которая называется променад газ это выше мы туда не идем сегодня а это называется то елет шерувер в честь и гавриила шерувера но то что интересно вот именно что здесь парк и стены монастырские которые мы видим тут справа как-то очень гармонично смотрится а вот наша дочь там что-то там так дети стоят на голове пользуюсь тем что многое место ну а вот и первая примета нашей израильской зимы первое чудо это огромное количество травки везде вот это изумительная изумрудная камера довольно верно передает цвет травка эта травка появляется у нас только после дождей а дожди в израиле начинают идти в конце ноября иногда в середине ноября месяца и заканчиваются в марте-апреле и вот после засухи более чем полугодовалой начинается трава на довольно быстро уже к декабрю появляется и мы знаем что началась зима вот такой изумительный прямо ирландский ландшафт можно сказать да покрытой зеленью камни и зелень напоминает действительно чем-то ирландию немножко и для нас конечно это большая радость также радость то что дети зимой могут совершенно безопасно по этим пустырям бегать почему знаете потому что змеи зимой спят к моей великой радости а значит опасности нет если летом никуда буквально нельзя на пустыре и действительно бывают случаи ну слава богу среди близких таких знакомых не было но принципе пишут об этом и среди дальних знакомых были случаи укусов и даже смертельный случай был с одним человеком у нас змеи есть пустыня же рядом мы вообще в израиле есть змеи и соответственно только зимой детки могут вот так свободно абсолютно играть и бегать на травке то что змеи до марта месяца спят ну а вот еще одно наше зимнее чудо это цветы цветы появляются самые разные и вот эти желтенькие маленькие это такая типа типа сурепки появляется с первыми буквально вот сразу же как дожди пойдут появляются всякие меленькие такие вот цветочки и это тоже такая наша зимняя радость летом цветы у нас растут только на клумбах с искусственным поливом потому что в жаре они естественно и без дождя они не выживают вот такие кипарисы здесь тоже совсем новогодние рождественские мы эту аллейку очень любим она всегда у нас ассоциируется с зимними праздниками благодаря вот этим кипарисом конечно посмотрите как красиво мимо проходим и видим дримии это удивительное растение луковичное которое появляется у нас тоже в самом самом начале зимы то есть где-то в начале ноября даже в конце октября сейчас они уже отцвели они появляются вот перед самыми дождями после первых дождиков вылезают потом цвести начинают дримии означает горький неприятные на вкус по гречески и действительно это растение на вид симпатичная напоминает даже чеснок или до какой-то лук но есть его к сожалению нельзя у него неприятный запах и вкус а цветочки очень красивые даже засохшие когда они свежие они беленькие я помню в instagram когда-то ставила тут у нас бродячая трупа акробатов также зимой у нас цветет розмарин вот такие милые сиреневые цветочки и это самый настоящий розмарин его можно употреблять в пищу когда готовим мясо например или что-то можно его добавлять в картофель когда запекаешь ну знаете наверное и вот это самый настоящий розмарин только так что многие так и делают идут гулять в парк срывают себе пару веточек и в магазине можно уже не покупать мне кажется очень правильно и грамотно делали те которые планировали и этот парк это что в основном растение которые здесь цветут растут и то что посадили это в основном местные растения вот тут например мирт да и также сзади меня розмарин также есть еще и оливок которые были здесь честно говоря до парка потому что это территория восточного юрусалима палестинская но решили их здесь оставить и все как-то гармонично все идет и ты мир ты и розмарин и оливы фактически здесь никаких роз почти нет есть только одна маленькая часть где есть роз потому что у нас на святой земле розы в принципе довольно поздно их стали здесь сажать они требуют очень много ухода много воды и мирт розмарин лаванда лаванда полынь что еще у них тут есть марамия это шалфей требует очень мало воды и это в принципе все наши местные так что в этом смысле парк очень грамотно сделан он с одной стороны имеет такой европейский но также и средиземноморский дух с теми туристами паломниками которые я был здесь они сказали что немножко на крым напоминает не не знаю я там не был так что вот судите сами а вот и мирт о котором говорил рафаил у нас миртовое дерево используют как ограду живую и опять же сейчас зимой есть ягодки на мирте тоже очень красиво смотрится очень по рождественские и когда мы с детками когда-то сами делали венок рождественский на стол был такой период было время для этого мы обязательно веточку мирта с ягодками добавляли это очень красиво выглядит ну а мы идем дальше вдоль миртовых кустов идем дальше справа оливки у нас урожай уже конечно давно собрали давным-давно в октябре месяце еще но оливки круглый год красивые и святая земля без оливок вообще немыслимо правда же невозможно себе представить вот здесь очень красивая бледная такая зелень нежная это лаванда и с правой стороны мы видим с вами рожковое дерево дети уже тут же залезли поискать нет ли старых рожков кое-что есть мы вам уже один раз их показывали мы это помним это было кажется наша с вами онлайн экскурсия сейчас будет чуть более качественно поскольку мы снимаем не делаем стрим и вот эти рожки это то чем питался блудный сын рожковое дерево вернее чем он хотел питаться да и рад был если бы хоть кто-то мог бы предложить эти рожки действительно раньше шли в корм свиньям но вообще-то они очень-очень сладкие питательные вкусные и в древнем египте они заменяли сахар и у нас кстати тоже потому что у рожки тростниковый сахар здесь довольно поздно появился а рожки сами по себе сладкие рутик покажи нам рожки подойди поближе вот такие они рожки вот такой стручок а внутри маленькие маленькие семечки и эти семечки это караты одно семечко по весу это один карат то есть вот так вот измеряли раньше вес золота клали на одну сторону весов семечка на другую сторону весов золото и измеряли если весы совпадали значит говорили один карат золото вот они эти рожки они уже старые то есть принципе сезон в августе но их еще можно есть просто они уже такие суховатенькие довольно но очень вкусные я особенно люблю вот такие естественные природные букеты которые заботливой рукой садовника повсюду насажены сделаны здесь парке посмотрите за счет того что разные растения сочетаются разные оттенки зеленого и вот такой вот красный желтый куст вкраплен в серединку это кстати вот сразу видно европейское растение потому что у нас нет растений которые сбрасывают лист кроме гранатового дерева все остальные в основном у нас вечно зеленый и все те деревья которые желтеют или краснеют зимой значит это привезенные европейские растения посмотрите как красиво сочетается вот такая вот дорожка очаровательная совершенно ну вот мы с вами по ней пойдем и сейчас уже свернем и увидим дикую часть парка которая переходит плавно уже в саму деревню даже джабль мукабр и там есть очень красивая зона для пикников чаще там арабы правда сидят но тем не менее это общем-то территория общая то здесь территория как бы между получается парком благоустроенным и между арабской деревне джабль мукабр но так уж как-то сложилось израильтяне не очень любят делать пикники прямо так близко к арабской деревне хотя опасности никакой нет но это скорее такой знаете ментальность такая поэтому нам на этих лавочках скамеечках чаще чаще можно увидеть арабов вот но и мы там бываем тоже тоже любим там надо посидеть вот тут мы проходим с вами мимо белой мимозы она правда сейчас еще не зацвела но все равно хочу вам показать потому что обычно то мимоза желтая у нас тоже желтая есть а это беленькая вот такие вот красивые пушистенькие цветочки это тоже признак нашей зимы вот здесь на окраине парка мы с вами видим вот такие древние древние камни древнюю как будто бы стену это дорогие мои остаток древнего акведука который вел воду из хеврона в иерусалим в иерусалимский храм вот здесь даже есть остаток древний древние глиняные трубы через которую вода шла и вот когда-нибудь я поведу вас покажу это в другой части парка немножко далеко отсюда мы все не успеем сразу за один день где акведук уходил глубоко под землю для того чтобы напор был хорошим при подходе воды к храму а сам акведук действовал за счет перепада высоты и город хеврон находится выше иерусалима гораздо это примерно 900 метров над уровнем моря иерусалим 740 и вот за счет перепада высоты царь соломон еще рассчитал со своими строителями что можно воду из хевронских источников собирать в бассейны которые он и построил пруды соломона есть под хевроном и построить акведук который будет вести эту воду ну сперва это был не акведук это вообще там в хевронских горах горах просто водотечь была проложена местами даже открытые глиняные трубы покрытые просто сверху камнем да чтобы не засорялись а где-то он шел под землей этот водовод древний это водотечь древняя и вот здесь водовод уже во времена ирода под иерусалимом уже был превращен собственно в акведук вот в такую вот уже видите конструкцию как мост такой своего рода стену по которой поверх ушла вода и дальше уже круто спускалась и попадала под довольно хорошим напором прямо к иерусалимскому храму ну и вот здесь заканчивается парк про древний водовод я еще вам расскажу обязательно мы сделаем просто отдельную прогулку на эту тему потому что эта тема интересная очень и большая а сейчас мы проходим с вами уже в более более дикую часть парка таелет или променад как он здесь называется у нас здесь можем познакомиться с вами поближе с иерусалимской сосной иерусалимская сосна или по-другому пиния это наши природные деревья они круглый год естественно зеленые с очень красивыми шишками и украшение всех наших без исключения парков а вот это уже лиственницы у нас тоже любят их сажать вот такие они видите немножко кое-где пожелтевшие кое-где солнышком заходящим закатным подкрашены вот здесь как раз зона для пикников у нас такая небольшая лабиринт был построен когда-то восьмидесятый для детишек вот такие шишки у наших местных сосен а вот и деревца с красными ягодками тоже совершенно такое европейское рождественское ягодки несъедобные но деревца такие у нас тоже любят сажать в парках именно за то что они зимой дают вот эти красные ягодки симпатичные вот заповедная совершенно дорожка волшебная вы можете почувствовать настоящий зимний иерусалим и посмотрите на эти камни вот только зимой наши камни покрываются мхом вот такой красивый мягкий мох у нас он просто изумительный какой-то красоты яркий зеленый свежий всегда вот только зимой этот мох украшает наши камни дети очень любят с ним играть ну как и все дети наверное в тех странах где есть мог и это тоже такая вот особенность зимы иерусалимской то есть камни покрыты мхом а летом нет летом они такие вот бежево-желтые яркие выжженные солнцем естественно справа мы видим с вами небольшое миндалевое деревце до сорок восьмого года до того как образовалось государство израиль все эти земли принадлежали естественно арабам и здесь у них были сады вот поэтому можно увидеть миндалин жир в парке миндаль еще не зацвел зацветет он только в конце января начале февраля а пока мы видим на нем такие чуть пожелтевшие уже подопавшие прошлогодние листики вообще только зимой у нас и можно вот так вот гулять потому что летом слишком жарко и особенно не насладишься природой из-за жары зимой самое самое комфортное время температура у нас где-то плюс 10 плюс 12 в среднем держится в русалиме но ночами бывает плюс 5 и даже бывают какие-то дни что и днем плюс 5 плюс 2 там но это уже в январе и феврале бывают и дожди и с градом бывают и бури и даже иногда бывает снег в русалиме вот но так это бывает не каждый год снег у нас но так в целом погода очень такая комфортная приятная как раз как хорошая такая приятная милая осень вот это наша иерусалимская зима еще одно зимнее развлечение это лужи если есть дождь значит есть лужи а если есть лужи в них можно чего-нибудь кидать например шишки или камушки а у руд получилось вот здесь очень красивый склон посмотрите тоже дреми вот они повсюду вот эти вот луковичные до разбросаны вон там целая полянка с дремими вот впереди украшают тоже нас наши парки зимой мы переместились другую часть парка здесь опять изумительный вид нам открывается и вот такая красивая тоже очень дорожка через оливковую рощу мы идем на соседний холм для того чтобы тоже там что-то интересное найти даст бог найдем вот видим детишки арабские тоже гуляют сами как мы видим вот эти странные строения с левой стороны до сих пор толком никто не знает что это была за какая-то архитектурная мысль а я знаю о тогда расскажи нам скорей это строение это мы называем и цех как вот из фильма кинзаца это и цех есть ну а для чего его строили то это построили чтобы был куб побольше я не откажу себе в радость и удовольствие провести вас через оливковую рощу вот гуляйте мои дорогие это действительно только зимой в русалиме можно вот так походить и оливки и зеленая травка и прохладно и очень-очень красиво вот она наша земля видите такая глинистая земля и русалимская довольно тяжелая но плодородная на самом деле для местных растений деревьев она совершенно идеально камней конечно много поэтому здесь особо никогда не растили хлеб а если растили под вифлемом то всегда была большая работа для крестьян убирать все камни вот эти ведь у нас очень много камней конечно а вот еще одно зимнее чудо это желтые листья на инжировом дереве я вам сказала в начале что только гранат и еще инжир вот гранат и инжир из местных единственные сбрасывают листья так что вот вам зимняя смоковница а весной на ней появятся новые листики зеленые свежие было молодые но я очень люблю желтые очень красиво на смоковнице они смотрятся цвет красивый и такая необычная форма тут можем с вами окинуть взглядом чуть ли не весь парк вот из той части мы с вами пришли которые сейчас впереди вот оттуда тоже видно старый город вот глядите это старый город и вот там и купол над скалой тоже виднеется здесь проходим мимо небольшого зала торжеств это современное строение но что нам интересно здесь это розовый куст вот роз здесь мало потому что роза они не наши не местные парк в основном так выдержан в местных тонах но тем не менее вот это тоже зимнее чудо потому что розы цветут у нас ну как и во всех наверное южных странах именно исключительно зимой вот такой вам небольшой подарок к новому году дама твоего сердца точно а стита мама шефэ вау но мы одиа фе а вот здесь прямо совсем москва или петербург изящная лестница фонари и деревья с сухими золотисто-коричневыми листиками это самая верхняя часть нашего то елита парка променада мы сейчас через нее пройдем вот на тот соседний холм и посмотрим что там увидим и тут по дороге чудеса это туя и можжевельник тоже с ягодками прямо как на европейских рождественских венках можжевельник очень хорошо класть в костер или в камин очень здорово пахнет мы пришли с вами в самую дальнюю часть парка здесь бьет вот такой фонтанчик вернее струится и журчит как искусственный водопад тоже вот эти красные ягоды наверху появляются только зимой и от фонтанчика идет тропинка очень красивая это часть называется холм гора джабль мукабр гора злого совещания здесь стоял когда-то дворец загородный дворец каяфы где и решили предать смерти христа а вот здесь раскопки это то место где водовод он приходил сюда из хеврона вот здесь водовод уходил глубоко под землю здесь была шахта 40 метров шахту эту прокопали еще во времена царя соломона для того чтобы вода ушла глубже под землю под хорошим напором шла бы вот туда в иерусалим и к ветхозаветному к ветхозаветному храму подходила бы красивым журчащим потоком мы с вами идем дальше немножко тоже покажу вам эту тропинку я очень очень люблю и здесь слева мы видим с вами небольшой ливанский кедр самый настоящий только маленький у нас здесь есть рощица мы видели с вами издалека я сегодня где они повыше побольше но вот это кедр ливанский у нас в природе они не растут но в садах парках ботаническом саду кедры ливанские есть вот прямо как на картинах румынского художника венгерского вернее художника чон твори вот такие прямо классические ливанские кедры сейчас на заказе очень так четко он силуэтно смотрится вот это небольшой ливанский кедр кася не хочет ходить она хочет сидеть на руках безобразница кассе а дуванчики уже парашютики это тоже только зимой представляете все наоборот в россии это июнь у нас это декабрь даже январь 1 января сейчас как говорил канадский режиссер терриан малик волшебный час magic our закат на закате все необыкновенно красиво и это благодать для съемок просто самое настоящее камни деревья трава все подсвечено особенно верхушки деревьев золотятся и парк выглядит просто совершенно так загадочно новогодние для меня например да хотя я понимаю что у вас трава с новым годом но никак не ассоциируется но у меня да уже живя здесь 27 лет почти что так а вот и главный сюрприз а вот и главный сюрприз думали что будет много но хотя бы один мы нашли вот смотрите это цикламены это еще одна радость израильской зимы везде появляются цикламены на всех пустырях на всех камнях вот уж действительно если бы мачеха послала настеньку не срывай послала настеньку за подснежниками к нам она бы ей принесла много-много цикламенов да дети да а здесь есть такая вот ямочка в камне мы сами не знаем что это может быть археологи могли бы сказать от чего это осталось дети называют это пруд фей фирпу здесь совершенно роскошная трава а вот там за забором стоит здание центрального бюро ближнего востока организации обедненных наций так что вот такое смешное совпадение прямо на горе злого совещания на самой вершине стоит у нас вот такое заведение ведь огороженные все забором хорошим с проволокой с колючей естественно охраняется это место а вот здесь вид опять вид на закат на иерусалим необыкновенно красивый воздушный точно солнце садится вот там на западе там средиземное море из-за него уходит солнышко нас водятся кроты и вот хотя никогда никогда мы их не видели но можно увидеть их норки вот так иногда идешь идешь раз и попадаются вот еще сюрприз у нас в парках гуляешь гуляешь раз древние пещерные захоронения это может быть не только времен христа а и до христа это может быть очень очень древние и видите вот часть уже ушла конечно под землю поэтому вход такой маленький конечно но тем не менее это пещерные древние захоронения верхняя часть как бы до погребальных пещер мама ну на самом деле я люблю именно цикламеновые цветы но цикламеновые листья тоже имеет свою ценность я это до недавнего времени не знал пока не видел увидел что в старом городе иерусалиме палестинки продают их они прямо их собирает и продают я спросил что с ними делают а дело в том что делать из них то есть фарш фаршируют и вот как дома как делают в армении в других странах делают вот эти как они называются да вот в этой части парка особенно хорошо видно что у нас все высаживают на террасах это древнейший способ посадок в нашем климате потому что когда идут ливневые дожди то если террасы такие не сделать получится оползни и вода просто с корнем вырвет деревья стекая по склону холмов а так вот эти террасы позволяют дождям равномерно орошать деревья достигает вода плавно по этим ступеням и получается вот и красиво и очень хорошо для нашего климата и очень хорошо можно здесь видеть границу между восточным и западным иерусалимом вот все что на восток от старого города это восточный иерусалим все что по левую сторону это западный иерусалим и вот вы можете наконец-то видеть насколько западный иерусалим больше восточного он действительно огромный вот собственно весь миллион народу живет именно там в новом городе ну вот мои дорогие сегодняшняя наша прогулка небольшая новогодняя подошла к концу мы еще раз поздравляем вас с новым годом желаем всем счастья здоровья в этом наступающем году и надеемся что будем оставаться с вами выходить регулярно в эфир и радовать вас путешествиями по святой земле до свидания новым годом новым годом новым годом